Разрешите представиться, я исполняющая обязанности начальника управления строительного комплекса Демченко Ирина Александровна. Сегодня мы собрались по поводу проведения публичных слушаний в соответствии со статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 6 октября 2003 года об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации в соответствии с уставом городского округа Балашипа руководствуясь частью 4 положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной иной деятельности на окружающую среду на основании заявления ООО Гипротрансмост постановление главы городского округа от 22 апреля 2013 года номер 31-13-РПГ о назначении публичных слушаний Сегодня, 6 июня, мы проводим публичные слушания по вопросу строительства транспортных развязок на 18-м километре плюс 540 метров, на 21-м километре плюс 312 метров и на 22-м километре плюс 600 метров автомобильной дороги М7 «Волга» Москва-Владимир-Нижний Новгород-Казань-Уфа на примыканиях объездного шоссе на пересечении с улицы Советской и на примыкании Леоновского шоссе в Московской области Информация о дате, месте и теме проведения публичных слушаний была опубликована в газете «Факт» от 26 апреля 2013 года номер 32 и от 1 мая 2013 года номер 33, а также размещена на официальном сайте городского округа Балаши по сети интернет Предложения и замечания по теме публичных слушаний в период с 6 мая по 6 июня в управление строительного комплекса не поступило Это мы говорим о том, что в комиссию не поступило этих обращений конкретно О транспортных паразвязках нам подробнее расскажет главный инженер проекта Хольнова Ольга Александровна А можно перед тем, как она будет нам представить этот проект, задать просто вопрос? Нет, сначала она вам расскажет, а потом вы будете задавать вопросы Нет, это очень важно Мы рассматриваем проект на публичном слушании А на каком основном? Нет, очень важно, извините, дайте слово скажу Сначала по регламенту собрания, сначала докладывает проект, докладывает тему, которую мы сейчас обсуждаем И потом вы задаете свои вопросы Выяснить, легитимные эти общественные слушания? Мы должны знать, был бы, да, такой он курс был бы проведен Она сейчас все расскажет Нет, извините, я совсем по другому вопросу, но прежде чем вы не ответите на этот вопрос, начинать нельзя, разрешите Хорошо, у нас очень важно Заместитель генерального директора НППС Комоста Сахарова В газете «Факт» от 17 мая опубликован решение Совета депутатов нашего города об информации заместителя и руководителя администрации городского округа Балашиха Маркова Значит, заслушать и обсудить информацию заместителя и руководителя администрации городского округа Балашиха Маркова О доработке генерального плана городского округа Совет депутатов решил Первое, принять к сведению информацию заместителя о проведении, ну, я, так сказать, что-то пропускаю О проводимой работе по доработке генерального плана Все понятно? Хорошо Второй пункт Обязать заместителя, руководителя администрации городского округа Балашиха Маркова разработать проект технического задания на разработку генерального плана городского округа Балашиха Извините, мы с вами работаем уже не один год и мы сегодня будем рассматривать работу, которую, так сказать, нам докладывают, так сказать А здесь, оказывается, у нас еще нет проекта технического задания на разработку генерального плана Как это понимать? Сейчас мы не говорим о генеральном плане Мы рассматриваем конкретно проект реконструкции федеральной трассы, федеральная программа, строительство развязок В генеральном плане трасса наша есть, по которой мы все ездим К генеральному плану данные публичные слушания никакого отношения не имеют Мы говорим конкретно сейчас о проекте, который представляет гипротрансмост по федеральной программе реконструкции Горьковского шоссе Генеральный план рассматривает другая рабочая группа и другая комиссия Она не примет вот эту развязку, что вы будете делать? Мы сейчас рассматриваем проект Публичные слушания носят рекомендательный характер Если вы не хотите присутствовать на этих публичных слушаниях, вы можете покинуть зал Давайте дадим слово главному инженеру проекта Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому